Мы начинаем наш семинар Клиенты на всю жизнь или как победить конкурента с помощью лучшего сервиса Клиенты Когда-то на рынке в ряде сегментов был дефицит, это нам известно Сегодня на рынке мы привыкли оперировать словом конкуренция Как бы вы для себя сформировали понятие конкуренция? Попросту так, без книжных терминов больших Что это такое? Понимаете, иногда очень интересный вопрос Что такое граненый стакан, дать определение Понятно? И тем не менее Как вы для себя понимаете конкуренцию? Борьба за клиенты Борьба за клиенты Ну да, то есть конкуренция Фактически ситуация, когда предложение превышает спрос И в рамках вот этого избытка предложения действительно происходит борьба за клиентов Когда спрос превышает предложение, это называется, мы помним это время, многие дефицит Когда на рынке дефицит, то большей необходимости выстраивать сервис, в общем-то, откровенно говоря, нет Понятно, мы можем говорить в будущем, когда-нибудь Да, но реально вот здесь и сейчас Сильно напрягаться и облизывать клиентов Нет, они сами придут, сами что-то схватят Когда же на рынке начинается конкуренция, то Грубо говоря, товаров и услуг больше, чем их могут купить в принципе Начинается действительно драка за клиента И Джек Троуд, основатель вообще военной школы маркетинга Он сказал известную фразу, что бизнес – это война Конкуренты, покупатель – это территорию, которую надо завоевывать А конкуренты – это противники, которых надо побеждать Или с которыми заключать какие-то стратегические альянсы На войне бывает, да, не обязательно война, бывает стратегический альянс с конкурентом Какое-то разделение сфер влияния Договор о применении и не применении каких-то методов конкуренции Да, то есть своего рода картельное какое-то соглашение Иногда его стоит заключить, иногда оно нарушается Но это уже немножко другие вопросы Вторая проблема, ну, следующая проблема, наверное, рынка, на котором стоит конкуренция Это то, что мы имеем дело, это тоже надо хорошо понимать Мы имеем дело с сытыми То есть чем на рынке выше конкуренция, тем более спрос латентен, скрыт Да, то есть у человека нет явной жесткой потребности Когда на рынке дефицит, там понятно, да, там дай что-нибудь, да, то есть деньги давят, люди испытывают недостаток Как только на рынке появляются какие-то наборы товаров и услуг, то человек становится сыт При этом надо понимать, что мы имеем в виду, говоря о сытости так называемых социально благополучных людей, да, то есть мы не имеем в виду тех, кто не имеет место жительства А крыша над головой, то есть у кого не решены первых две потребности по массу, как бы, вот, базовые рефлексы Плюс какая-то физическая безопасность, они вряд ли могут являться клиентами товаров и услуг по большому счету Да, у них ситуация другая, ими должны заниматься социальные службы какие-то, наверное, благотворительные организации Как правило, эти сегменты вне бизнеса Почему я, может быть, говорю очевидную вещь? Потому что зачастую возникает диалог, что, ну, не у всех же это на рынке есть Да, не у всех, у кого-то есть большие проблемы И, к сожалению, они вряд ли могут считаться перспективной клиентской группой Реально, да, потому что там уже другие технологии, другие методы И, откровенно говоря, это не очень интересно Как клиентская группа, да, они не очень перспективны Значит, мы имеем дело с людьми, которые, в общем-то, благополучны А у благополучных людей решено большинство потребностей То есть, они как бы закрыты, зачеканены, активного спроса нет Спрос может быть только латентин То есть, спрос на какой-то такой достаточно спокойный, неострый Когда же мы хотим развивать наш бизнес Когда мы хотим укреплять взаимоотношения с клиентами То, по сути, мы фактически должны все время, вроде бы, чтобы клиент был удовлетворен Предлагать им какие-то дополнительные вещи Потому что иначе что происходит? Значит, клиент, даже купив у нас один раз, да, допустим, он произвел покупку Эта покупка была осознанная или вынужденная? Вот в чем вопрос Или случайная, да? Покупка первая может быть разная И, по большому счету, когда мы говорим о долгосрочных перспективах Разовая покупка ничего не определяет Клиент, условно говоря, мог случайно проходить мимо У клиента мог возникнуть острый какой-то пароксизм Что-то ему вдруг надо, тут мы подвернулись под руку То есть, первая покупка может произойти по любому случаю Вопрос, что будет дальше? Более того, зачастую, обхаживая какого-то клиента Допустим, мы с первой покупки прибыль-то можем и не получить, да? То есть, это какая-то разовая покупка Она может и не укупить каких-то наших маркетинговых действий по завоеванию рынка, правда? Прибыль мы, скорее всего, довольно часто извлекаем, если клиент у нас покупает несколько раз Тогда деньги, потраченные на привлечение клиента, да? Они, зачастую, значительно выше, чем прибыль с первой покупки То есть, мы инвестируемся и получаем прибыль потом В чем тут проблема? Ну, опять, я буду... Вообще, у меня семинар, как правило, построен на том, что я много говорю о проблемах Да? О тех проблемах, которые испытывает компания Об ошибках, которые делают руководители Это не запыхательство Просто, если мы понимаем типичные ошибки, типичные болевые точки, да? И какие-то из них есть у нас То, исправив их, мы уже улучшим ситуацию Научившись их избегать, мы существенно улучшим свой бизнес Потому что сначала надо говорить о исправлении плохого, потом об улучшении хорошего Ну, если же то, что я говорю, к вам не относятся, ваша компания, как бы, не попала в статистику И у вас этого нет, ну что ж, вам повезло Тогда порадуйтесь, что вы избежали вот этой опасности Итак, зачастую, к сожалению, участники бизнеса Больше нацелены на привлечение клиентов новых, чем на сохранение ставок Да? Вот такой вот зловредный статистический факт В большинстве случаев интересы компании, интересы их маркетинговых служб, интересы самого владельца Они сконцентрированы, где взять новых клиентов, да? То есть, как расширить рынок, как расширить сбыт, как продать еще, как завоевать другие клиентские сегменты Неважно, это B2B или консюмер, то есть, это продукты, или это белье, или это услуги, да? Мы заточены под получение новых клиентов При этом, зачастую, мы забываем о старых Вопрос, скажите, пожалуйста, известна ли вам такая вещица? Это именно вопрос Она носит название в учебниках «Матрица Ансефа» Будем считать, что нет Если вдруг вспомнить, значит хорошо Потому что у матриц, которые иллюстрируются в книгах, есть еще одна интересная особенность Я во время семинара зачастую это подмечал Люди знакомятся с теми или иными инструментами, но, откровенно говоря, не очень понимают, что с ними делать, да? И вот есть очень много всем известных инструментов, с которыми, как правило, общаться не умеют Мы с ними знакомимся в процессе прочтения или прохождения каких-то курсов, да? Зачастую мы относительно не очень знаем, что с ними делать в реальной жизни Поэтому, даже если вы что-то уже слышали, да? Не удивляйтесь, надеюсь, мы сможем из этого извлечь какую-то пользу Итак, матрица Ансефа Как нам расширить свой бизнес, в общем-то? Какие у нас есть варианты? Интересный момент Вот у нас есть некий бизнес, и мы хотим его расширять Так, вот, допустим, у нас есть некая точка А, да? Это наш бизнес Замечательно Мы хотим добиться больших успехов Мы хотим жить лучше, мы хотим что-то изменить Значит, какие у нас есть варианты? Значит, у нас есть два вектора Один и второй Значит, что это за векторы? Значит, первое Это развитие продукта Вектор Да? Нарисуем Что это значит развитие продукта? Да? Мы можем расширять или трансформировать наш портфолио То есть ассортимент Портфолио Это такой очень